Обеспечение автобусов трекерами для отслеживания транспорта в режиме реального времени. Этот вопрос обсудили на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам муниципальной собственности и инвестиционной политики. В ходе заседания изменили наименование мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Магадан. Муниципалитет приобрел в собственность оборудование ГЛУНАСС. Это повысит уровень удобства для пассажиров. Те автобусы, которые были приобретены мэрией города Магадана и переданы в преференции для перевозчиков, будут оснащены данными приборами слежения безвозмездно для организации эксплуатирующих данные автобусы. Ну и в дальнейшем эти трекеры будут передаваться на автобусы, устанавливаться те, которые будут в дальнейшем передаваться в том числе и перевозчикам, продаваться им. То есть, они оснащены. Сделано это для того, чтобы свои обязательства муниципалитет выполнил. Стоимость указанного оборудования – 342 тысячи рублей. По словам Алексея Гаврилова, он надеется, что уже в следующем году можно будет увидеть, не выходя из дома, где движется автобус. Также на заседании депутатской комиссии обсудили нежилые помещения в Магадане. В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год предложили внести изменения, исключив четыре позиции – нежилые помещения в поселке Сокол, а также по Гагарина и Пролетарской.